Ребят, всем привет! Это новая серия Стилов Дейли, с вами Серега Стилов, и я приехал сейчас на сливе в Бус Моторс. Здесь, на самом деле, очень ответственный и крутой момент идет. Сейчас будет первый запуск. Прикиньте, я тут, блин, ничего не снимал, потому что здесь не был. Но пацаны все собрали и готовы к первому запуску. Я в шоке. Во-первых, интеркулер появился на месте. Красавец интеркулер. Пайпы сварены. Сделана вся проводка, полностью сделан мотор. Волнительно, капец. Сейчас масса прокачает, и все, он будет. Подняли сливу, и пароход вот сразу приговорил для тяги. Просто сходу. Лавр, вот на том подъемнике слива, на этом. Оккупировал бокс Бус Моторс. Ребят, он его купил! Насосик какой-то с фильтром. Вот с насоса. Да, да, это коллектор. Коллектор. Нет, это, по-моему, гурский, нет? А, это у него крепушка такая сделана. Коллектору. Ну ладно, да так, Жост. Смотрим дальше. Так, и мне тут пришлось гонять до гаража, потому что у моего старого редуктора были запрессованные втулки стоковые, а у нового редуктора нужны металлические. У меня как раз в гараже не лежали. Привез их, пароход тут поменял крышку редуктора. Поменяли фланец. Здесь фланец тоже был там ГТР. И скоро пойдет на базу. Так, ребят, попробую объяснить, что происходит. Прошло несколько дней с того момента, как были предсняты предыдущие кадры. Было очень много всяких проблем, которые постоянно возникали по мелочи, не по мелочи. Ребята проводили в боксе ночами, реально. Они вымотаны в щи просто. Если честно, вот скажу от себя, было даже не подойти с камеры, потому что напряженная была, супер напряженная обстановка. Я даже, знаете, вот приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, так, посматривал, чтобы под руку не говорить, потому что я все время что-то говорю. Максимально не отвлекать. Что мы сейчас имеем? Сейчас мы имеем то, что ребята завели мотор, все в порядке, электрику электрик сделал, все работает. Машину немного обкатали, и она сейчас приехала на стенд. На стенд барабаны приехала в Инукар. Мы здесь раньше настраивались. Как вы поняли, бусты взяли полностью все в свои руки. Вообще реально, вот даже там покупка запчастей, ну, то есть там что-то надо привезти, заказывался Курьер, СПБ Тюнинг или еще откуда-то. Все привозилось. Вон даже бензин, короче, полностью под ключ. Все пацаны мне делают, я даже вообще не участвую. Гоша с Серегой собирали мотор. Также были всякие калибровки, когда подключили мост, когда подключили проводку. Настройщика у нас с 3D-н, саня, из Сочи. Гоша с ним плотно на связи, они постоянно общались, и на сборке, я так понимаю, и на каких-то финальных этапах, и на электрике тоже там что-то по датчикам, по какие датчики нужны, какие докупить, какие меняем и так далее. Поэтому у них там все налажено, я даже не волнуюсь. Мне что главное? Мне главное получить автомобиль, который едет, чтобы нажимать газ и ехать боком. Остальное я доверяю парням. Как они скажут, так и будут. Я просто чисто наблюдаю, сейчас поснимаю вам со стенда всю информацию. Мне очень волнительно, если честно. Мне до этого было очень волнительно. Психовал даже чуть-чуть. Но сейчас машина уже на стенде, это уже хорошо. И сейчас будут первые прогоны, первые тесты. Это капец как волнительно. Вы представьте себе, мы этот двигатель, получается, собирали больше месяца. Больше месяца прошло с этапа в Москве, РДС. Очень много сил положено, очень много денег положено. Времени часов ребят, которые собирали все это, делали, варили, промеряли. Еще куча людей также тоже задействована на это. Короче, ответственность супер большая. Поэтому, конечно же, я реально волнуюсь сейчас. В меру, но волнуюсь. Вот передаю вам все свои эмоции, как есть сейчас. Потому что сейчас вот они завели, прикрутили лавра. Будут первые прогоны эти, блин. Первые тесты. У нас 2JZ, полный пауэр. 2JZ получается. Кованая поршневая шатуны. Шатуны Manly, поршни Mali. Вкладыши King плюс ACL. По ГБЦ у нас пружинки, тарелки BrainCrover. Распредвалы 264 и BrainCrover. Разрезная шестерня BrainCrover. Выпускной коллектор получается Level. Турбина Force Performance 3576 с горячкой 0,8. К сожалению, единичку не нашел, горячку искал. Но поэтому будет у нас пока 0,8 горячка. Может, потом поменяю на единичку, когда найду их. А, ну и форсы. Айтишки тысячные. Теперь у нас форсы айтишки. Mosca EcoMaster Black. А так, в целом, все сказал по спеку. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Пацаны, можно хоть вас вообще взять интервью там какой-нибудь? Конечно. Или потом? Лучше потом, да. Мы пока что делаем ставку, сколько будет сил, сколько будет моментов. Сколько ты делаешь? Я думаю, что моментов будет ближе к 900. Охереть. А сил будет ближе к 700. Это мясо будет. Это можно в GP? У меня 650 сил, 800 моментов. Я вообще волнуюсь за всем. Саня там на связи, да? Все? На дистанционном? Все. Да. Что-то Гоша довольный какой-то. Слушайте, так круто, когда на стенде есть механики. Все там проверяют, все смотрят, что-то подкрутили. Вот это прям профессиональный уровень. Вот, смотрите, Серега. Чик-чик-чик. Просто лучший. Пайп слетел. На улице, короче, 31 градус тепла. Как в Сочи. Получается, на пушке берется воздух отсюда с вентилятора, с улицы. И туда. И, соответственно, они уже направляют поток. Там реально тепло, потому что на улице жара. Чисто сочинская погода. Я так понимаю, там типа пайп слетел от бустая. Лютого какого-то. Что, там есть какие-нибудь цифры какие-то уже? Не-не, ну сейчас я с этим же пайпом длилит 20 сил. Примерно тут крутится. Прикольно крутится. Отличие с первым GZ-ом точно есть. Звук другой прям. Не знаю, слышно на камере или нет, но реально другой. Так, Лавр тут ездит. Вроде пока все ровно. Что-то я предлагаю трехпортовик поставить. Мне нравится соляной густой 30 саксив. Густы уехали в Метизы. Ко мне пришел Акусамп. Спасибо, кстати, подписчикам большое. У нас был стрим, посвященный Акусампу. Все по силовому, все собрали. Огромный респект. Так вот, и там очень странные соединения. Типа технические, реально у Акусампа, брендовые вещи. Но вот такие соединения. Поэтому сейчас ребята купят какие-то переходники, чтобы вывести это уже на нормальные соединения. Я так понял. Посмотрим, как это получится. В любом случае, хотели сделать. И Акусамп надо ставить после обкатки, настройки. На настройки он, конечно же, не нужен. Он нужен уже будет при боевых заездах именно в дрифте. Поэтому сегодня еще по планам поставить Акусампу. Ребята вдвоем уехали, потому что Саша Стрит Энерджи сказал, что уезжайте, все там нормально, все стабильно. Просто гоняем, откатываем карты, прошивки и так далее. Сейчас на густ-офе что-то типа 380 сил. Пока так. Пока других цифр у меня нет. Ну, уже неплохо. В любом случае, звук у лавра просто безумный. Он реально другой. Реально другой. Не как один джейсет. И оно и логично. На четвертой передаче, по-моему, они замеры все делают. Мне кажется, что крутится он как-то прям так бодро, бодро крутится. До отсечки на стенде обычно не доводят. Поэтому нет каких-то там лютых звуков. Там дыш-дыш, перегазовок, отстрелов и так далее. Сейчас чисто делают замеры. Потом коррекции, замеры, коррекции и так далее. Да, ребят, пока есть такая возможность. То есть, приглашаю вас, конечно же, на Егору Драйв. Там пройдет третий уже этап Егора Драйв Дрифт Челлендж. Официальные соревнования, а.к.а. Кубок Санкт-Петербурга. Промоутеры мероприятия Дрифт Мацури, СПБ, наши любимые. Толковые люди в Дрифте, которые начинали как бы со стрита, можно сказать, со стрит-лиги. И дошли уже до официальных соревнований РАП. В этом респект большой. И самое главное, что организация на уровне. Плюс это все смешано с организацией Егоры. И получается реально очень серьезный ивент. Масштабный серьезный ивент на таком крутом автодроме. Получается 23-24. Вы, наверное, смотрите этот ролик 23-го, скорее всего. Но это значит, мы, во-первых, уже гоняем на квали. Я надеюсь, что все хорошо. И 24-го числа на Егоре будут парные. Приходите все на парные, обязательно приходите. Я в любом случае там буду. Будет очень много народу, будет крутая атмосфера дрифта, будут лютые парные заезды. С учетом того, что в таблице по мероприятию за 2 этапа я на первом месте. Получается, я занял один раз второе место, другой раз первое место. И еще у меня есть первое место квалы. И, короче, это все дает мне небольшой такой отрыв. Я нахожусь на первом месте в таблице. Там участников 40 плюс точно. Это, конечно же, радует, это греет. Это значит, что Сергей Стилов еще как бы может ездить хорошо. Поэтому обязательно приходите. Плюс самое главное, я там буду вместе с бустами и с командой UKADV Pro Racing Team. Да, это потому, что будет у нас замена этапа Казани. На Казань мы не смогли приехать, а этап надо провести. В любом случае, у меня должно быть 6 мероприятий именно РДСовских. Но здесь получилось так, что смог я договориться, чтобы мы просто поменяли этап. Чтобы не было разных, так сказать, накладок. Каких именно, я сказать не могу. Но, в общем, чтобы все было ок. Мы поменяли мероприятие. Поэтому у нас там будет интерактивная зона, палатки. Короче, все то, что у нас на РДСе, будет у нас на Мацури. Поэтому, ребята, подписчики, приезжайте в воскресенье. Буду рад всех видеть. Составите мне компанию. Покажете мощь зрительскую. Будут у меня карточки, будут у меня наклейки выдаваться. Хорошее настроение. Я с первого ипо говорю. Ну и будем фоткаться. Сегодня, конечно, погодка для настройки такая себе. 28 градусов было, даже 30 я видел. Но у нас других вариантов нет, только сегодня. Просто в жару настройка плоха тем, что большая температура на пуске, как я уже говорил. И, конечно же, меньше сил. Соответственно, воздух греется и так далее. Мне интересно, сколько воздух на пуске. Ведь у нас же стоит интеркулер вибрант. Леха тут оператор стенда. В такой парилке тут такая просто сауна. Смешанная с выхлопными газами. Жуть. Странно, что у них нет никакой трубы от вода. Я думаю, это бы решило немного ситуацию. А, кстати, помните, вот это место? Здесь строился лаврный РБ. Здесь был Дима Квасов. Они отсюда съехали. А тут было много-много корчей. Сейчас здесь установка ГБО. Но стенд все так же здесь. Почему поехали, кстати, на Динамакс стенд? На барабанный стенд, а не на ступичный, на который в последнее время мы настраивались. Это все зависит, конечно же, от настройщика. А настройщик говорит, на каком стенде он хочет настраиваться. Соответственно, здесь Саша Стрит Энерджи сказал, что едем сюда. Значит, едем сюда. Я вообще слушаю Гошу изначально, потому что он собирал мотор. Слушаю всех пацанов. Ничего вообще не спорю. Я себе с самого начала дал такую установку. Все, просто делаю так, как скажут. Вот, ребята, со всем соглашаюсь. Мое дело что? Мое дело финансы искать. А потом газ нажимать. И на тумбу вставать. На первом месте. Желательно. Я, кстати, забрал тундру сегодня из БГТ. Мне там исправляли кое-какие темки. В прошлый раз, еще зимой тогда, там, короче, возникли кое-какие нюансы с печкой. У меня клинил воздуховод после разбора полностью торпеды. Но ребята мне сразу сказали, привози. Мы все исправим, естественно, сразу. Но я привез только летом, потому что все было не отдать тундру. Я каждый день что-то вожу. Вот в такие жаркие дни, когда из одного воздуховода дует прям горячим. Я сейчас сначала не понимал, что происходит. Почему вроде воздуховоды на кондее холодные, а в тачке жарко. А потом я понял, что из ног пассажира просто горяченым. Там что-то застряло в воздуховоде. И, короче, он впадал в аварию. Ну, сейчас все исправили. Сделали воздуховод. Все, теперь отлично. Кондей работает. Тачку намыли. Внутри намыли. Бронепленку на фаре поменяли. Я тут ее на самомойке пробил. Очень жирно смотрится тундра. Вот в этом ракурсе. И цвет шоколадный офигенный. Лех, ты там жив? Такая тут парилка, жесть. Что, там есть какие-нибудь цифры? Вот. Поехали. Я видел 530 сил с чем-то и 700 с чем-то момента. Охренеть. Как вам такое? На выхлопных газах сушится. Подошел Леха, сказал, сейчас будет снимать. У меня все на готове. Каза, пока ничего. Просто пиздец крутое. Субтитры делал DimaTorzok Так, раз, я думаю тоже. Алексей cars fans. Вот и из цифровых газах, е termи чайта. Так, ребят, минус уши Это был антилак, это просто была дичь Здесь так громко, это невероятно Вы видели, сколько там огня Если это будет работать, это будет суперэффектно Капец, я тут реально офигел Настройка закончена, я так понимаю Все прошло хорошо, но не идеально Как мне Леша сказал, но Саня из 3D Сказал, что насос закончился Насос топливный У нас тут насос покупался еще, по-моему, под РБ Под 500 сил Поэтому надо будет ставить второй насос Либо что-то еще, но Стрит Энерджи скажет Бош, и они уже там порешают сами Я, как уже говорил, не лезу в эти дела Я просто смотрю, доз снимаю Газ нажимаю, что у нас получилось Я так понимаю, безопасная мощность, которая сейчас настроена Это 568 сил Офигеть И 761 момент Есть еще 538 сил И 693 момента Но вот это вот 568 сил Это как бы очень даже неплохо Такой график мы имеем Слушайте, ну такой результат меня очень радует Вот реально Там Гош хоть и говорил, что он хочет 700 сил И я, в принципе, тоже думал об этом Но я уверен, что буст поднять еще больше Это мы спросим у настройщика, можно ли И получается, надо, чтобы хватало топлива, скорее всего Поэтому, ну, займемся этим вопросом Пока поедем на такой мощности Но эта мощность уже очень хорошая 568 сил на 2JZ Это сильно Лавр просто красава Лайк за Лавра, ребят Прямо сейчас нажмите, пожалуйста, лайк-код Жирнейший За Лавра За бустов За 2JZ За антилак Который просто вынес уши Слушайте, ребят Я сейчас поеду первый раз на новом моторе Я же на нем еще не ездил Слушай, Лех, а тормозов-то нету, похоже Что-то с тормозами, ребят Ну, получается, все прошло отлично Смотрю сейчас на турбину Forset Performance 3576 Спасибо огромное, кстати, Forset Performance за турбину Вы сейчас видели результат И этот результат может быть еще лучше Ребята, уже наступила ночь Время 1.15 Я только что был в гараже И все это время Несколько часов Загружался Как обычно, брал весь зип И покрышки В этот раз Что-то прям полный кузов получился Плюс еще я сделал верхний ярус с резиной Так он выглядит И в салоне еще 5 колес Короче, впритык Но все поместилось Вроде эта конструкция хорошо держится довольно-таки У нее стропы сверху и снизу Мы, кстати, после настройки поговорили с настройщиком Он объяснил, что вот эта высокая мощность Это на Boost 1.6 Но там не очень безопасно все Потому что насос не справляется И, соответственно, уже мозг работает с коррекциями Поэтому мы сейчас сделали вот эту более меньшую мощность 530 сил 530 с чем-то Вроде как должно хватить на завтра Я надеюсь, что хватит Но в дальнейшем поменяем бензонасос И я думаю, что поднастроим ближе к 600 силам Вот как-то так он сказал Что на 100-м обычном бензине Можно сделать где-то около 600 сил Ну а Лавра в Boost Motors Парни его там доделывают Причесывают проводку Тормоза Что-то были какие-то проблемы И Егор еще Тоже как-то странно Руль крутился Ну и в целом все Я сейчас еду отдыхать И завтра с самого утра уже стартуем на Егору Спасибо, что посмотрели этот ролик Спасибо всем тем, кто поставил ему лайк На самом деле я очень доволен результатом Сейчас просто дико усталый Но реально доволен, что все прошло хорошо Мы настроились Никаких фейлов не вылезало Короче, все круто Парни бусты молодцы Собрали двигатель Вообще тут как бы слов нету Поэтому все круто Ладно, завтра уже, наверное, с новыми мыслями С новыми эмоциями Все красочно опишу Сейчас реально какой-то я как зомби хожу Ну и еще у нас будет концовочка И, ребят, я уже вам рассказывал в прошлых роликах Про стратегию заработка Так вот, скоро, скорее всего, ее прикроют От того, что очень многие зарабатывают по ней Поэтому поторопитесь, кто еще не успел поднять ловышку Нажимайте прямо на этот ролик И смотрите его до самого конца Кликайте на ролик И начинайте зарабатывать по десятке в день Всем спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok